Большой всем привет! Это видео познакомит вас с лором мира игры Мидара. И этот перевод сделает искусственный интеллект. Он настолько хорош, что я просто в восхищении и не берусь пересказывать своими словами. Мне кажется, что в таком виде уже вполне понятно, что из себя представляет необычный, классный, интереснейший мир настольной игры Мидара. Итак, перевод лора, официального лора игры. Добро пожаловать в Мадару 101. Сегодня мы собираемся научить тебя, что такое Мадары и почему ты здесь. Первое, что тебе нужно понять, это то, что природа реальности сложная штука. Земля, откуда вы все пришли, не единственная обитаемая планета во Вселенной. В этом нет ничего удивительного. На самом деле, с таким количеством планет. На некоторых из них должна быть жизнь. Что может тебя удивить? Так это тот факт, что Земля напрямую связана с другой планетой, Мадара. Очевидно, именно поэтому мы сегодня здесь. Отношения Мадары с Землей уходят корнями в далекое прошлое еще до того, как у Земли появилась письменная история. Мы не знаем точно, когда Земля соединилась с Мадаром. Но фалкизм, который является родной религией Мадара, считает, что это произошло еще до того, как на Земле появились люди. Принимай это за то, что ты хочешь, конечно, независимо от того, религиозно ты или нет. Несмотря ни на что, Мадара действительно стар и имеет очень долгую историю. Черт возьми, есть даже некоторые люди, которые все еще помнят большую часть этого. Но я отклоняюсь от темы. Дело в том, что Мадар существует рядом с Землей. Эти двое выросли вместе и были частью истории друг друга в течение очень долгого времени. Так что же соединяет эти два мира? Мы называем их порталами. Ты должна хотя бы немного разбираться в порталах, раз тебе пришлось пройти через один, чтобы попасть сюда. Все вы, ребята, прошли через портал Сиэтла и оказались здесь через тысячелетия. Но порталы разбросаны по всей Земле и Мадаре. Теперь у каждого портала в одном мире есть соответствующий портал в другом мире, с которым он всегда связан. Портал Брамы, например, всегда будет вести в Гонконг. Точно так же, как портал Линии всегда приведет тебя в Сиэтл. Одно важное замечание. Мы на самом деле не знаем, как работают порталы. Это потерянная технология. Я имею в виду, мы знаем, как их использовать, но не знаем, почему они делают то, что делают. Например, мы знаем, что если ты сделаешь шаг в одну сторону, то окажешься в своего рода промежуточной зоне. Что-то вроде ничейной земли между Землей и Мадарой. Эта область является центральным источником Хубы. Вы все видели это по дороге в Мадару. Мы называем это комнатой. Мы не знаем, почему мы должны останавливаться на этом. Мы просто делаем. Все, что тебе нужно знать, это то, что независимо от того, в какой портал ты войдешь, ты окажешься в своей комнате еще до того, как достигнешь выхода из портала. Твоя комната совершенно уникальна для тебя. Так что на самом деле называть это комнатой, это своего рода обобщение. Комнаты людей безумно разные. У меня есть подруга, например, у которой в комнате пляж, пальма, песок, морские звезды. Все привязано. Комната ее мужа. Это фургон Volkswagen прямо из семидесятых. С ворсистым ковром и затхлым запахом на целых девять ярдов. Насколько мы можем судить, в бывшей комнате нет никаких ограничений. Просто потому, что я уверена, что вы все умираете от желания узнать. Моя комната – бальный зал. И она заполнена всеми моими любимыми произведениями искусства Земли. Там всегда играет тихая классическая музыка. И там есть свечи и все такое. Я суперклассная, правда. Нужно иметь в виду, что твоя комната – единственное место, где предметы из обоих миров могут существовать вместе. Это означает, что когда ты идешь в свою комнату, ты должна оставить все, что принесла с собой, прежде чем выйдешь с другой стороны. Если ты этого не сделаешь, предметы будут сняты и уничтожены, когда ты пройдешь через портал. И когда ты приедешь, ты обнаружишь, что на тебе надето намного меньше, чем было минуту назад. Так что, если ты когда-нибудь хотела привезти что-нибудь с Земли в Мадару, боюсь, тебе не повезло. К сожалению, верно и обратное. Ты тоже ничего не можешь принести с Мадары на Землю. Ну, кроме людей, если ты к кому-то прикасаешься, ты можешь последовать за ними в их комнату. Вот почему предвестники – люди, которые привели тебя в Мадару, держали тебя за руку и вошли в портал первый. Хватит о комнатах. Теперь мы расскажем о продвижении, потому что я знаю, что некоторые из вас все еще могут быть немного травмированы этим. Постарайся быть внимательной и, надеюсь, я отвечу на некоторые твои вопросы. Как я уверена, ты заметила, при переходе в Мадару ты претерпеваешь физическую трансформацию. Люди здесь любят называть это твоей истинной формой. Как и комнаты, продвижение влияет на всех по-разному. Некоторые говорят, что изменения отражают твою личность, но это не придало бы особого значения, если только ты не из тех людей, которые действительно разбираются в гороскопах и прочем подобном дерьме. Лично я в это не верю. Я думаю, что перемены, через которые мы проходим, в основном являются случайным броском костей, если хочешь, так что не кори себя. Если тебе не нравится твой новый облик, ты привыкнешь к нему. Просто помни, даже если визуальных изменений нет, продвижение все равно происходит со всеми, кто поступает в Мадару, независимо от того, являются ли их родители Мадарой или нет. Во всех смыслах и целях мы все еще люди. Единственное, что отделяет нас от всех остальных на Земле, это прохождение через завесу и продвижение вперед. Фаультизм учит, что над Землей есть защитная завеса, которая защищает людей там от их истинных форм. Согласно этой системе верований, завеса срывается, когда ты входишь в Мадару в первый раз. Иногда перемены могут быть довольно драматичными. Когда я впервые приехала в Мадару, у меня не было ни крыльев, ни хвоста, ни длинных ушей, ничего такого. Я была нормальной, такой же, как и все вы. Но я уверяю тебя, со временем ты привыкнешь к переменам. Не пытайся обмануть себя. Эти изменения постоянны. Даже если ты вернешься на Землю, ты все равно будешь выглядеть так, как сейчас. Излишне говорить, что это немного усложняет возвращение на Землю. Продвижение начинается в твоей комнате в первый раз, когда ты путешествуешь с Земли в Мадару. Некоторым из вас повезло, и изменения произошли незаметно и относительно безболезненно. Ты, возможно, даже не заметила, что что-то изменилось. Для некоторых, однако, продвижение по службе – это неприятный и болезненный опыт. Когда мои крылья появились, у меня на спине осталась ужасная трещина. На исцеление ушли месяцы. Даже с помощью магии мой хвост на самом деле вырос из копчика, что, я могу тебе сказать, делает сидение буквально занозой в заднице. Я понимаю, что некоторые из вас все еще будут пытаться осмыслить то, через что вы проходите. Просто помни, что наши консультанты хорошо обучены этому предмету, и все, с кем ты разговариваешь, прошли через то же самое. Ты не одна. Но, эй, давай перейдем к хорошим новостям. Возможно, ты уже знаешь это. Но в Мадаре каждый получает довольно аккуратную маленькую сверхдержаву. Я не говорю о крыльях, рогах или о чем-то подобном. Это просто то, что каждый получает бессмертие. Видишь ли, на Медаре никто не стареет. С этого момента никто не выходил. Ты застряла в том возрасте, в котором сейчас находишься. Я действительно надеюсь, что ни у кого из вас нет никаких комплексов с вашим нынешним возрастом, потому что это вряд ли изменится. Я предполагаю, что большинство из вас думает, что это звучит довольно мило. Не так ли? Не старей. Что может быть лучше этого? Это не просто старение. Тебе больше ни о чем беспокоиться. Еще одна вещь, которую вы все испытали по дороге в Мадару, была дезактивация. Чтобы земные болезни и недуги не пришли в Мадару, наши маги и врачи придумали сому. Это то маленькое зелье, которое ты должна была принять, когда попала сюда. Сама устраняет любые болезни, которые у тебя могли быть на земле, включая генетические. Я вижу, как некоторые из вас, ребята, понимают, что жизнь только что стала намного лучше. Но прежде чем вы все начнете праздновать, позволь мне кое-что прояснить. Есть предел всем этим блестящим новым сверхспособностям. Но, возможно, мы не станем старше. Мы все еще можем умереть так же легко, как и любой другой на земле. Безусловно, самая распространенная причина смерти – это наша дикая природа. Белье просто кишит очень мерзкими тварями, которые только и ждут, чтобы тебя съесть. У нас даже есть существа настолько могущественные и древние, что единственное по-настоящему точное название для них – боги. Близкий второй к тому, чтобы быть растерзанным дикой природой – это люди, погибающие в результате несчастных случаев. Иногда люди падают, или иногда вещи падают на людей. Ты бы удивилась, насколько безрассудными могут быть некоторые люди, когда они чувствуют себя непобедимыми. И хотя ты, возможно, излечилась от большинства земных проблем со здоровьем, у Мадары действительно есть несколько собственных болезней, даже если они довольно редки. Так зачем мы привели тебя в это странное место, полное монстров? Почему мы подвергаем тебя травме продвижения? Почему мы убеждаем тебя оставить свою жизнь позади и пойти с нами? Ну, есть большая угроза для Маданов, не по отдельности, а как для народа. Фольклор говорит нам, что тысячи лет назад, когда Мадара был первым благословлен бессмертием, боги также прокляли нас неспособностью к размножению. Когда наши предки поняли это, они создали порталы, чтобы спасти Мадан от неминуемого вымирания. Оказавшись на земле, Мадары могут снова забеременеть. Но имей в виду, что, вернувшись на землю, штопки тоже снова начинают стареть. Итак, еще раз. Почему мы забрали тебя с земли? Проще говоря, мы сделали это, чтобы выжить. Твои родители не смогли зачать тебя здесь, на Мадаре, поэтому вместо этого они отправились на землю и родили тебя там. Как только ты родилась, тебя нужно было оставить на земле, чтобы ты выросла. Не годится иметь поколение постоянных детей. Иногда детей оставляют в приемной семье. Иногда их усыновляют. В других случаях нам приходится использовать более сложные методы. Но все дело в том, что мы гарантируем, что ты будешь расти в безопасности, и нам позволят достичь совершеннолетия. Ты, вероятно, твоя земная семья не могли знать, что ты из Медры. Для этого есть несколько причин. Но чтобы лучше объяснить, мне придется немного поговорить о трудностях путешествия на землю. Как я уже упоминала, когда ты на земле, ты снова начинаешь стареть. Вынашивание ребенка до полного срока – это 9 месяцев вечной жизни, которые потеряны. Это может показаться не таким уж большим делом. Но когда ты фактически бессмертна, ты действительно не хочешь становиться старше, чем должна. И помни, 9 месяцев – это лучший сценарий. Большинство пар заканчивают тем, что проводят по крайней мере год на земле, потому что они не забеременели сразу. Еще большая проблема заключается в том, что порталы очень редки, и для получения доступа к ним требуется много политики. Большинство порталов, которые были созданы тысячелетия назад, давно утеряны. Каждые несколько столетий группа приключений набирает обороты и обнаруживает то, что было потеряно в каких-то руинах или скрытом месте. Эти порталы даруют королевству огромную силу. Они – жизненная сила нашего вида. Без них мы бы вымерли. На самом деле, нынешние страны Мадары были построены вокруг открытий этих артефактов. Как ты можешь себе представить, это создает много бюрократических проволочек для Мадар в парах, чтобы им разрешили пройти через портал и родить ребенка. Когда пара хочет ребенка, они должны обратиться к правительству, обычно через суд. Этот процесс может занять годы или даже десятилетия, в зависимости от твоего социального статуса. И иногда в ходатайстве отказывают прямо. Представь на мгновение всю бумажную работу и трудности, связанные с получением туристической визы во враждебную страну, переездом в эту страну, родами, передачей ребенка на усыновление и работой под прикрытием одновременно. Это сложно, дорого и опасно. Последнее осложнение при путешествии на Землю – это ангелы. Это своего рода шутливое имя, если ты спросишь меня, потому что они совсем не похожи на сияющий орел, одетый в девчачьих мужчин. Но это имя происходит от верований балкизма. Эти существа охраняют Землю, по-видимому, от населения. Фокус учит, что мы проклятые люди, оставленные богами умирать. Затем боги создали Землю и создали этих ангелов в качестве вышибал, чтобы мы не разрушили их новую вечеринку. Согласно поверью, единственная цель ангела – выследить и убить нас. И это огромная проблема. Они быстрые, сильные и очень умные. Честно говоря, ангелы делают большинство наших медаров и монстров похожими на плюшевых мишек. Поэтому, когда мы вернемся на Землю, мы должны быть очень-очень осторожны, чтобы избегать этих существ. Но они заслуживают упоминания сейчас, так как они напрямую связаны с нашей следующей темой – предвестники. Предвестники – это мужчины и женщины, которые отвечают за наблюдение за Мадаром и детьми, пока они находятся на Земле. Это невероятно опасная работа, но очень необходимая. Я уверена, ты помнишь людей, которые привезли тебя в Мадару. Эти предвестники следили за тобой с самого рождения, проверяли тебя на протяжении многих лет. Они сопроводили твоих родителей на Землю, защищали твою маму во время ее беременности, а затем интегрировали тебя в земное общество, чтобы ты была скрыта от ангелов. А потом, когда пришло время, обычно в возрасте от 18 до 26 лет, в зависимости от пожеланий твоих родителей, предвестники вернулись за тобой. Быть предвестником нелегко. Иногда их подопечные исчезают или теряются. Семья, которая заботится о ребенке, может внезапно переехать, или ребенок может убежать. Предвестники всегда должны заботиться о том, чтобы быть незаметными. Иначе ангел может догадаться, что ребенок отмечен. Не то, чтобы ангел причинил боль ребенку. Скорее, они воспользуются возможностью, чтобы попытаться убить предвестников. Видишь ли, ангелу, все, кто не покинул Землю, все еще считаются с Земли. И действительно, это в некотором роде правда. Как я уже сказала, если бы мы поймали случайного человека с Земли, они перенесли бы продвижение точно так же, как если бы их родители были мадаринами. И иногда такое случается. Предвестники иногда ловят не того ребенка из-за близкого сходства или бухгалтерской ошибки. Предвестники также должны быть осторожны с тем, как долго они остаются на Земле. Каждый прожитый ими день – еще один потерянный день их жизни. Между проверкой ребенка, защитой матери, надлежащим наблюдением, временем в пути и планированием одного ребенка с отметкой может пройти около трех лет, что стоит жизни предвестника. Плюс ты должна учитывать постоянный стресс ангелов, пытающихся активно выследить тебя и убить. Это может сказаться. Быть предвестником может показаться ужасной работой. Трудно уговорить людей отказаться от части своей драгоценной молодости. По этой причине иногда бывают сквозняки для предвестников. Когда предвестников не хватает, тебя могут призвать на службу. Как говорится, есть несколько стимулов для людей, которые охотно выбирают тур в качестве предвестника. Те, кто успешно прошел службу, получают приоритет при выборе для рождения собственного ребенка. Вместо того, чтобы заводить ребенка, некоторым добровольным предвестникам предоставляется уникальная возможность привезти любимого человека в Мадару. Это может быть брат или сестра, родитель или близкий друг. Кроме того, ты обнаружишь, что некоторые из лучших платежей за услуги предвестника поступают от влиятельных и влиятельных семей здесь, на Нодаре. Вступление в одну из этих приватизированных групп предвестников может принести тебе хорошие деньги. Наконец, это действительно единственный способ снова увидеть Землю. Как только ты поймешь, насколько мы зависим от порталов, легко понять, почему они так важны для Мадары. Порталы конечны. И как только они исчезнут. Они исчезнут навсегда. Нам еще предстоит заново открыть древнюю магию или технологию, которые использовались для их изготовления. Поэтому мы не можем просто начать бросать их туда, куда нам заблагорассудиться. Если один из них будет уничтожен, это будет довольно большое дело. Мы говорим об империях, рушащихся в одночасье, потому что их портал был разрушен, а все их население просто встало и ушло. Хватит уже всей этой обреченности и уныния. Давай немного поговорим о самой Мадаре и о том, чего ты можешь ожидать от следующих двух лет. В первую очередь, ты будешь делать то, что мы делаем прямо сейчас. Образование. Твои первые два года обучения в школе являются обязательными и охватывают все основы. Мы расскажем о языке и постоянном смешении культур в нашем обществе. Ты также узнаешь о текущей политике и делах. Хотя это может показаться немного скучным. Тебе действительно важно знать. Это поможет тебе понять, что происходит в мире, который тебе чужд. Тогда есть история, в которой мы значительно расширимся. О том, о чем я говорила сегодня. Вы, ребята, также получите обязательную боевую подготовку и уроки самообороны. Некоторые из вас не воображают себя пауками, но это изменится. Каждый на Мадаре несет ответственность за то, чтобы защитить себя от опасностей, с которыми они сталкиваются. Ты хочешь сохранить это самое важное бессмертие, не так ли? Наконец-то появилась популярная магия 101, где ты учишься обращаться с магией. В конце концов, у тебя будет возможность выбрать специальности сосредоточиться на одной области магии. Я знаю, что тебе всем любопытно, поэтому я вкратце расскажу тебе. Здесь, в Институте Тысячелетий, мы преподаем Санктус Круер и Ассамбляж. Санктус – это магия, которая позволяет тебе использовать высшие силы, чтобы помочь тебе. Это не просто твои обычные молитвы. Синхронизация просто позволяет тебе делать все, начиная от сворачивания реальности, чтобы телепортироваться, и заканчивая возвращением себя с грани смерти. Это очень полезно и очень страшно. Тогда есть команда. Или, я думаю, ты могла бы назвать это магией крови. Это очень фаустово по своей природе. Ты отдаешь немного, чтобы получить много. В дополнение к тому, что ты можешь исказить разум своего противника и исказить его душу, ты можешь изменить свое собственное тело, чтобы увеличить свои способности. Крю не для слабонервных. Однако, как будет постоянно напоминать любому, кто идет по этому пути. Третья магия, на которой мы специализируемся здесь – валение. Это собрание или общение душ. Ассэмблич позволяет своим пользователям связываться с существами в других мирах и заключать с ними сделки – демонами, духами монстров и любыми другими сущностями, о которых ты можешь подумать. Эта магия очень универсальна, но обычно она строится на дружбе с потусторонними существами. Прежде чем мы сделаем перерыв, я хотела бы затронуть последний аспект информационных технологий. Это всплывает достаточно часто. Вы все задаетесь вопросом, сможете ли вы здесь просматривать интернет. Ну, я надеюсь, ты очистила свою историю интернета, потому что в ближайшее время ты не будешь пользоваться своим компьютером. Невозможность привести вещи с Земли действительно ослабила нашу технологию. Хотя нет никаких причин, по которым вещи, которые ты любишь, не работали бы здесь, на Мадаре. У нас просто нет средств для их воспроизведения. Во всяком случае, пока нет. Я думаю, ты обнаружишь, что магия заменила многое из того, что стимулировало инновации на Земле. Добывание огня по щелчку пальца повредило изобретению широко распространенного электричества. У нас также есть светящийся камень, который именно так и звучит. Камень, который волшебно светится. Иногда я бы хотела выключить эту штуку, как фонарик, но думаю, нищим выбирать не приходится. Это не значит, что у нас нет электричества. Просто оно не так востребовано, как на Земле. У большинства здешних людей этого даже не было, когда они жили на Земле, и они не видят особых причин нуждаться в этом сейчас. Так что давай посмотрим, как пропадут мобильные телефоны. У нас нет для них сети. Интернет. Он, по сути, снова мертв. Нет широкой инфраструктуры для его поддержки. Однако у нас действительно есть нечто похожее. Мы называем это дуговой сетью. Это своего рода связь между устройствами, называемыми дугами. В основном волшебные по своей природе, эти устройства позволяют обмениваться информацией, фотографировать и даже слушать музыку. Они ограничены. Однако вы можете общаться только с теми, кто был подключен к вашему устройству Акнет, что требует физического соприкосновения устройств вместе. Это делает большинство дуговых сетей довольно маленькими. Иногда люди собираются вместе только для того, чтобы соединить дуги. Еще одна вещь, которая движет изобретательством на Земле, это война. Когда ты можешь жить вечно, у тебя гораздо меньше шансов пойти на войну и рискнуть умереть. Это предотвратило большинство войн в нашей недавней истории и означает, что нам еще предстоит массово производить огнестрельное оружие. Это в сочетании с объемом работы, которая на самом деле уходит на создание некоторых вещей, которые тебе нравятся. В любом случае серьезно повлияло на рынок огнестрельного оружия. Кому нужен пистолет, когда ты можешь убить врага выстрелом из своего разума? У нас в Мадаре действительно есть оружие. Нет ничего лучше пулемета. Но все же, если ты готова пройти через трудности, связанные с его приобретением, тебе будут завидовать все. По крайней мере, до тех пор, пока ты не столкнешься с монстром, который отмахивается от пуль, как от мух. Медицинские технологии все еще очень актуальны здесь, на Мадаре. Мы должны использовать немагические средства, чтобы заботиться о людях на Земле, поэтому все еще важно не отставать от этих навыков. В то время как магия в основном заменила обычную заботу о Мадаре. Ты найдешь много случаев, когда тебе понадобится что-то более традиционное. Транспорт – еще одна интересная тема. У нас здесь, на Мадаре, нет доступа к ископаемому топливу, так как там нет окаменелостей. Со всеми талантливыми людьми, выходцами из молодого поколения, мы ожидаем увидеть некоторые инновации в области транспорта в ближайшее время. Сейчас мы просто используем животных, чтобы передвигаться. Некоторые из них похожи на лошадей. Существа, на которых мы ездим, могут быть очень умными и даже самодостаточными. Мы также можем телепортироваться с помощью магии, но в основном на небольшом расстоянии, в зависимости от наличия существа, которое умоляла выполнить задачу. Наконец-то у нас есть дирижабли. Знаешь такая, какую ты привыкла видеть в японских видеоиграх? Они в значительной степени такие же. Они питаются от минерала, который называется ткацкий станок. Это заставляет вещи, ну, левитировать. В противном случае, они функционируют точно так же, как лодка, когда они плывут по небу. Но я думаю, что это охватывает основы. Добро пожаловать в Мадараа! Добро пожаловать в Мадараа!